На площади возле Дома культуры юбилейный с самого утра звучала музыка, а холл кинотеатра уже по традиции превратили в большую поликлинику. 2015 год в России объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому каждый из четырех организованных в юбилейном секторов рассказывал, как бороться с этим видом недуга. Владимир Пархачев в свои 84 научился не ждать симптомов, а предотвращать болезни. Поэтому частый гость на таких мероприятиях. Ко врачу попасть не каждый может, прийти не может, а сюда пришел, и здесь как раз много врачей, видите, прошел круг. И почти что все, и кровь, и холестерин, и давление, и психиатры, и все, ну, раз земной. Как избавиться от стресса, какие виды физических нагрузок лучше выбрать, и как помогает правильное питание в борьбе за здоровье. Обо всем это можно было узнать из первых уст от врачей городских больниц. Обеспечивают профилактику онкологии, и кроме того, очень хорошо помидоры, как говорится, тоже при снижении веса. Измерить давление, рост и вес, дать и КГ, и даже кровь на сахар и холестерин. Кардиолог, невролог, терапевт, психолог, офтальмолог. Одновременно на одной площадке работали 16 специалистов. Все для того, чтобы определить факторы риска развития заболеваний сердца и сосудов. Один из злейших врагов которых – это курение. Попробовать побороть привычку предлагал врач-рефлексотерапевт Александр Лепихов. Говорит, может понадобиться всего несколько сеансов безыгольной электропунктуры. Правда, желание бросить должно быть сильным и взвешенным. Центр здоровья Новогинская, 6. Вот эти данные. Пожалуйста, бесплатно. При наличии паспорта пользуется. Любой гражданин России может к нам приходить и получать бесплатно. Это государственная программа оздоровления нации. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему удерживают первенство среди самых опасных болезней современности. Но с ними научились бороться. В том числе при помощи современного оборудования. Таким сегодня в Сочи располагает сосудистый центр, который работает на базе 4-й городской больницы. Там уже проводят коронарографию. Это наиболее точный способ диагностики ишемической болезни сердца. То есть люди, у которых развивается острый инфаркт миокарда, при условии своевременного попадания в это отделение, а это час, могут надеяться на то, что инфаркт миокарда практически у них не разовьется. Но чтобы не стать пациентом сосудистого центра, говорят врачи, нужна профилактика. Плановые осмотры у специалистов и активный образ жизни. Заботиться о своем здоровье нужно с детства. Об этом напомнили юным участникам Дня здоровья. Они приняли участие во флешмобе – массовой зарядке на свежем воздухе, которую провели профессиональные фитнес-инструкторы.